ален ален вставай вставай ален да мы тут мы тут пошли бухать до чего ты не че издеваетесь что ли да мы вчера маленько только выпили да пошли ты пошли у меня вкуснятина такая уйти зашатайся вставай давай все все вставай одевай трусики пошли пошли все все мы уже себя открываем коллега открываем открываем потом добьешься обзор нужен ну все 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 хватит нам без тебя совершенно никак мы с коллегами страдает убейте меня и так друзья наши коллега алена немного перебрала и поэтому продолжим она решила пас я решила с чего ли мы с первого начнем у нас есть две такие марки давайте начало изучим эту марку амбер вайс меня что никто не будет похмелять что ли вообще сейчас мы сейчас мы откроем погоди ну давайте это немецкая пиво я так понимаю да амбер боже мой амбер да амбер я еще не пробовал давай амбер посмотри что за пшивочное такое давай давай вы по градусам смотрите блин ё-моё а тебе повышать или понижать нормально что было у тебя было похмелье сделайте мне красиво нет прям реально похмелье когда ты прям нос синий такой нос синий не бывает 5,3 это а вот это 5,3 что вы вообще принесли скажите это нефильтрованное когда похмелье сейчас нам в магазине сказали что это вообще водка для детей давай я тогда наливай и мы по-немецки зачитать не умеем ну что ж я как бы вообще беспрелюдия амбер мне рекомендовал кто-то из моих подписчиков амбер вайсис амбер я не знаю что такое вайсис амбер это белое а вайт как первое слово вайт ну скорее всего белое пиво выйдет пшеничное пиво пшеничное пиво должно пахнуть пшеницей давайте пшенички давайте обратите внимание на оттенок оценок ну хороший оттенок че я как будто кто-то хорошо оттенок алена очень любит пенкой поэтому я спасибо конечно но теперь она будет очень долго отстаиваться еще словно когда усики на усиках пенка это очень хорошо у меня нет усиков у каждой женщины сусы просто многих выделяется а многие просто удаляют например лазерной терапии можно и можно просто скотчем да кстати как это бдсм с пеночкой это очень хорошо что же попробуем пшенички да мне интересно кто производится это германия у нас стоимость тоже по-моему где-то до 80 рублей насколько я помню так сделано причем сделано москве улица подольская подольских курсанты видимо до калужской области это улица ленту который я жила москве компания эфес здесь эфес 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 шипящая фур 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 в общем я не скажу это пиво неэксклюзивное я так понимаю москве оно тоже продается в магазине так что это неэксклюзивное пиво определяешь потому продается очень то есть очень неправильная позиция сейчас неэксклюзивное пиво что ли на обзоре мы своим подписчикам фуфло толкаем да то есть это не мы говорим не я вам серега заодно это вот андрей говорит что это нет так вода питьевая чего вы мне тут налили вода питьевая салут пивоваренные ячмены салут пивоваренные пшеничные хмели хмели продукта но ничего пойдет пшеницы неплохой пью мне сейчас все равно мне даже вот водичка даже хорошо заходит поэтому прям вот этим пивом уже бухать можно вот такой традиционный пиво я не знаю вы можете сискать а я лечусь я лечусь это терапия лечиться лодочкой нет я поправляюсь не но обычно обычно пиво но вкусненько прям святая вода как господь бог по душе этими босыми ногами прошел наливайте еще хотя вот мой друг одноклассник говорит что святое пиво все таки это вообще святое пиво вообще как бы я говорю наливайте будьте любезны аху картон очень вкусный пиво хотя опять же на любителям ну да но так видов есть пивовая и пшеничная тоже потом прости пожалуйста ничего страшного не убила рука заживет сейчас у меня есть страховой полис поэтому медицина мне оплатит все что мы вчера когда смотрели гарри поттер и пили с вчера ты нормально его смотрел там есть вот этот вот значит кадр когда там квиддич они играют в видич и очень большой вот этот вот мяч перебивает мальчику кость в общем она не вот такая вот кость его введут в мир пункт сращивать эту кость поэтому не надеюсь это пиздец ну ладно это все сказки а в жизни так не бывает так все по палочкам что там кости исправили ну ты знаешь я тебе хочу сказать когда пьяный человек падает с четвертого этажа или с пятого и остается в живых у меня со всех седьмого этажа упал все кости можно расслаблять со всех седьмого упал ебнулся на карниз и как говорится в рубашке родился можно просто сказать упал отряхнулся и пошел дальше сходил еще за пивком ну да именно просто быстро сходил получается а бывают бывшие сущие когда действительно какие-то там знакомые допустим тоже там по пьяни там палец первого этажа просто ебанусь на асфальт и все не на смерть не на с первого этажа это скорее всего стресса вы наверное не может даже с первого этажа некоторым повезло о первом жить ну слушай но с первого этажа у вас костюня когда все подойдет мне кажется амбер вейс но учитывая что мы уже попробовали пиво волковской нет надо еще поправиться это совсем плохо что-то как-то не это ой сейчас сейчас я просто не понимаю этого тренда типа вот эти все вот крафт вопил крафт вопил это все собрается не чувствовать наверное просто красиво а знаешь почему ты не понимаешь потому что ты мало пьешь что разве надо андрей знаешь что такое правство пиво говорит консервант бутылочного знаешь что такое крафтовое пиво реально ну скажи мне пожить и репаха расскажи никогда не бывает такого что взяли консервант бутылочного пива его разбавили водой и получили крафт крафтовое пиво это пиво авторское оно варится в ограниченных количествах там очень такая рецептура специальная там технология особая которые вообще там я просто не знаю как с вагонщики практически как будут нет не совсем так даже как будут себе просто вот иголки загонять под ногти и эту технологию никто не выдает большим секретом это реально пиво сваренное я не знаю для конкретного человека грубо говоря само сакральное все да поэтому можно да и не каких только рецептур пива нету есть даже музыкальные вот здесь я пробовал пиво ария пробовал я знаю да продается видишь английская причем двух песен хэллоуин да я видела пиво мил судьбы ну вы там москвичи избалованы конечно а чё избалованы у вас тоже есть крафтовый бар даже есть black star пиры даже из пива темати собственно значит я хочу что сказать у него бургеры еще ничего а вот то что он поет это ужасно пиво возможно у него тоже ерунда хотя может быть даже просто вы ничего не понимаете в rnb вот так и скажите он начал с одежды он начал с одежды сначала black star клотос с одежды начал которого натриями там продаются хорошо ну что пригубим второе нам оценки мекстурка прям надо принимать три раза в день ну оценки твердая четверка я стал у меня сейчас пять мне все сейчас пойдет все ну если я бы захотел попить такого пивка ну я в принципе я бы купил бы так как раз название не запомню все равно но еще бы я такую пиво попил да то есть свет ятарный такой достаточно ну если честно если честно все таки по сравнению с другими нефильтрованными то что я пробовала я все таки его оценила бы на три с половиной если честно вот сейчас конечно заходит очень хорошо но средненькая вкусная вполне а что это на 80 рублей ну оно стоит где-то 80 у нас чек вот там вот лежит 5% можно тебя попросить вот там вот чек а я метнусь пожалуйста кто-нибудь пожалуйста наш чек на амбер 81 рубль а как переводится амбер амбер это янтарь то есть в данном случае белый янтарь и поэтому оттенок янтарь да так ну что я ставлю четверочку традиционно нет я не поставлю но не потому что он плохой но просто это я такой любованный человек а ты да я искал четверку да я все таки больше люблю разливное пиво вот бутылочный такой вот забудь про слово разливное пиво приучайся пить хорошее благородное бутылочное потому что в разливном тебе могут все что угодно а он может быть панк в душе он в душе или в душе панки они из лужин панки они из лужин да какие проблемы сегодня пошел дождь в Питере ты просто обеспечить пиво за конца жизни своей вы можете набрать с собой воды и уйти в вас кровь да так ладно предварительно на этом закончить и перейти к следующему да Эдельвейс производства в 1606 года вайбер ну на самом деле нет производства еще не того это просто марка иначе вам давно бы уже я немецкий язык плохо знаю так что закончилась в таком-то экскракте наверное Эдельвейс вейб вейсбир ну то есть тоже светлая пшеничная хэф и трапы не знаю что такое правда проходите к трапу я полагаю мне кто-то из подписчиков как-то раз написал что типа того Алена я твой обзор смотрю как трэш потому что как бы вот ты там иначе не переводишь это правильно я считаю что для того чтобы пить хорошее пиво не надо быть полиглотом можно конечно там сесть там я не знаю полить бутылку с подстрочником перевести в жаргоне трап это женщины серьезно? да а чтоб ты это знает а по нашему кто транслирует откуда ты это знаешь я его боюсь господи это страх какой-то да мне кажется это находка это два в одном это супер фу 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 ты боишься и друг и друг и жена да слушай понимаешь в чем дело друга нельзя трахать жену другую ну тоже нежелательно ну нежное конечно может все сочетание просто сами там цветы подарили машину но папы это точно не одобрит точно сто процентов хотя да вот там сбывать пиво светлое зарядочное что у нас зарядочное вытащим и чего а это какое сейчас отношение имеет куда мы пиво пьем я не знаю причем зарядка пиво светлое пшеничное дельвейс нефетрованное спутленное пистеризованное состав теплевого вода отлично я люблю такое пиво у сереги недавно была ангина поэтому мы честно ты не понимаешь на какие мы сейчас просто жертва ради тебя идем потому что я люблю пиво вот его достаешь из холодильника и вот тут нужно рисовать узоры потому что оно запотевшее я надеюсь что ты оценишь это да я поставлю тебе лайк и пишу комментарии не допустим состав вода питьевая очищенная солодпио ваваренный пшеничный солодпио ваваренный ячменный светлый солодпио ваваренный ячменный жены и хмели продукты слушай я уже люблю ячменные напитки колос какао кто профессионально нальет я я же сливу да мне не надо держи алена просто умеет наливать постелочки так или достаточно ты уже знаешь мою норму конечно в первую очередь сбросайся опять таки различия оттенка а теперь друзья мы поиграем в пивных экспертов ну ну это как ну со штаны снивать надо нет отлично бутылочку что-то я смотрю а ты прям не очень хочешь снять штаны я уже взмок мы поиграем это в угадах когда наклеивают на лоб да там это угадайся ой давайте интересная игра давайте поиграем в эту игру кто я кто я да я сергеевне 24 я хронический алкоголь я только хотела сказать помнишь салаги господи 40 ну чё вздрогнем за жизнь я предлагаю пить пить ну что ж здесь во-первых повторяю здесь очень много хлебной мути да что это такое прям хлебной мути я тенка хлебная мути это то что остается в Ашане после хлеба когда-нибудь я согласна вот эти крошки это хлебная мути жуткая жуть знаешь что есть в этом мультфильме там там приручить дракона слушайте а вы для меня прямо открыли нару как узрел четыре бутылки мы выпили они все разные и они все разные и они все вкусные они все вкусные а не только твой хугарден так что ты почаще приезжай сюда непременно приглашай привози пивасик привожай знаешь у меня раньше была такая критерия был такой критерий забырости если я прям на первой же бутылке мне спотыкался язык это было очень прикольно так сколько есть это больше я хочу сказать на фоне всех вот что мы сегодня выпили сколько здесь градусов мне кажется мне кажется она очень хорошо дает оно вообще не дает оно очень легкое вот оно пьется оно свежее летнее пиво реально свежее я не знаю что сказать вкус наоборот не мощный вкус оно легкое для меня мощный вкус это когда ты пьешь и на тебя знаешь как волнами накатывает есть понятие например когда ты себя аромат выбираешь причем не может полезная вода духи там еще что-то есть базовые ноты есть сердце есть шлейф они причем так как бы раскрываются слушай а вот родного одеколона какой где у него базовая где шлейф я просто прихожу выбираю родной одеколон это водопад не агар я люблю что-то такое экстремальное но это не это согласись слушай алёк ты можешь разобрать по-моему где-то здесь у меня плохо со зрением я пила недавно метиловый стиль и все глупо я потеряла зрение нет что ты хочешь а зачем мне кажется гравировка 0,45 литров 55 мм что ты здесь хотел ну а градусов здесь не показано андрей я тебе сейчас открою большой секрет тамплиеры бы за этот секрет сука душу бы отдали бы граммус никогда не указывается на здесь а всегда указывается на этикетке поэтому сейчас мы читаем этикетку 5,5 ну вот я знаю что плотное кстати пиво там плотность расскажу сколько 12,3 ну скажем так не совсем плотная то что хорошая плотность она по-моему начинается если я не ошибаюсь так 14 там хорошая настоящая плотность но 12,3 тоже неплохо плотность это вот именно то что определяет насколько пиво знаешь вот именно вкусное то есть насколько оно не водянистое здесь все достаточно богатые а как вы думаете на ютубе есть канал хронических алкоголиков наверняка чтобы вот садились и так вот вот кроме обсуждали мопс конечно он совсем хронический алкоголик он просто фрик мне кажется он не хронический алкоголик там просто человек с очень сложной с любой и с очень сложным контентом мент родился а мы пьем бутылочки не забудьте оставить я ему ладно непременно он надумает не, ну хорошее пиво интересно вкусное, приятное легкое, но оно легкое я прям вот летом рекомендую вот это пиво ну вроде кислинка есть какая-то такая вместо горчинки есть кислинка есть горчинки нет, да кислинка мне кажется это точно потому что из-за цветов Эдельвейс же называется Эдельвейс Олег, как вы думаете из каких цветов кислинка из Эдельвейса вина из дуванчиков есть по-моему Брэдвери Ре Брэдвери да, такой этот повесть, то ли роман у меня было детство сложное по этой нарктичке мечтаю ты в библиотеку ходил? я с трудом имя свое выговариваю иногда как же? с Сергеем как же вот сейчас получилось ну это знаешь почему? потому что ты хлянул на волшебного нектара наверное говорят, что Энгиборг когда напивается она не может выговорить свое имя это человек? конечно я думал о названии машины немецкой ну кстати не исключено знаешь, что назвали в честь все может быть не сложнее все уговорить это как в кино Локус Уолл-стрит когда Ди Капра обожала с таблеток а потом не мог по телефону пару слов сказать после литератора а все остальное а представляешь Добкунайтис так прет в натуре попробуйте попробуйте по наркотикам и сказать Бенди Камбердач я тебе могу без наркотиков это сказать любой объебался он вообще кстати он сам очень ржет над своим этим самым потому что есть по-моему что-то общее с произносением слова огурец потому что у него же есть целый там вообще фанатский корпус который нет это на итальянском видимо потому что точно на английском а у него есть целый короче фанатский корпус называют они себя камберсучки камберпичис я вижу у вас у москвичей повышенный уровень знания английского языка сидите уже две минуты чтобы на английском кино понимаешь я надеюсь вы не меня сейчас как-то мотивируете не исключено это просто настораживает как-то не переживай у меня уже одна нога рядом с выходом мало ли что тебе придется развернуться как-то корпус развернуть так же мне тоже да у нас дерьмо в полиции так что мы тебе хоть не скажем что-то попало по-моему попало больше всех я здесь что-то походу какая-то движуха намечается а я вообще что-то не в курсе что-то не договариваются вообще между собой я не знаю кто вообще кто вообще мы белочки нереально кто бельчонок джон и я бельчонок секунду я что-то пропустила что-то они пришли что-то принесли пиво сейчас мы допьем ущипни меня за водочку за какой нет за обычную русской ладно глюки ладно нормально вроде выглядеть так это адекватно старается поддерживать человеческий вид из окна нет и хвост не распускать главное у вас еще и хвост еще есть у девчонок у вас всяческие хвосты по весне то они у нас вообще растут сверху такой беленький этот пестик ну как кисточка я первый раз в жизни слышу вообще что-то будет салат все разговаривала они обычно что-то такое ничные на раздельные лечат потому что надо психотропные препараты побольше перенимать туда все нормально это пиво обычное я клянусь серьезно я клянусь нефильтрованное пиво будешь ничего с ним а ты не знала что у нас Петербург это столица наркотиков таблеток именно таблеток это таблеток и конфеты вот я и говорю и в каждую бутылочку они кладут по одной таблеточке для настроения не было там ничего может там уже все растворилось они даже все растворились засовывают вот эти вживательные типа чуис такие это ужас просто что они делают с утюгами и с грелками а куда их только не засовывают ты не знаешь что у нас в Москве делают с расческами посмотри как бы вот ну есть ты вот набери я тебе потом скажу кому набрать я не буду этого пиарить да ребят вы втянет вы поняли кто знает кто знает это случайно не Савелев Влад нет нет Савелев это салага это салага нет мы говорим про ветеранов да про фриками мы говорим да про про самого первого фрикова вообще отечественного ютюба я еще не дошел я тебе потом напишу его именно на бумажке потому что а потом бумажки если ты читаешь флорхмор то да ты поймешь о коме дело в том что это тот чьё имя нельзя произносить это слово Валдмар он сразу появляется в пространстве да 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 это мой автомобиль так ладно чё про фиво то из всех четверочку поставлю но оно прикольное оно свежее оно легкое я повторюсь такой прям приятный вкус то есть им действительно наверное много не набухаешься но его можно выпить много но пьется легко как водичка и приятное реально приятное ну я скажу так я вот сейчас в данной моменте ощущаю проституткой через которую прошло очень много народу и потом вдруг ее врач-гинеколог просит спрашивает у нее а кто кто лучше ты из всех из всех 100 клиентов кто лучше был мне уже как-то сложно сказать кто лучше был потому что я уже ничего не чувствую и с трудом что-то понимаю составь топ серега топ из-за того что пьется хорошо 4,7 4,7 у тебя прям такая градация обычная на максимум европейцы вообще по 100 бальней я ставлю его четверку по 100 бальней если бы я был европейцем у меня было бы два папа это точно или две мамы что странно но лучше ну ладно так ну ладно я поставила четверку и собственно в общем то наверное это все что вам нужно узнать на сегодняшний момент о пиве мы сегодня обозревали эдельвейс и что там мы еще обозревали еще вот вторая бутылка и амбербейс и амбербейс да но мне лично показалось что у него более такой более приглушенный что ли вкус по сравнению с этим эдельвейс мне понравился больше да но по баллам мы поставили практически одинаковые да эдельвейс он более как бы искренний по вкусу даже эдельвейс сейчас я посмотрю еще раз сколько стоит эдельвейс он кстати эдельвейс между прочим дорогой друзья мои он стоит по 18 рублей но я хочу сказать что это пиво оно тоже ведь не на каждый день ты не будешь его ящиками пить ну конечно финансы не позволяют именно не будешь каждый день все таки да а если я московский мажор ну ты же не московский мажор ты же питерский мажор ну если ты сын олигарха то конечно это может быть позволить питерский мажор нет я считаю правда иногда вот хочется выпить чего-то очень качественного очень вкусного иногда можно поэтому вот вот таким вот у нас будет сегодняшний обзор пейте правильное пиво не забывайте нам ставить лайки и подписываться на канал а мы вас будем радовать я надеюсь новыми видосиками всем пока пока пейте с нами пейте больше нас